Мои друзья, пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 2 глава, я читаю с 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки и благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь дивились сказанному о нем. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле, и у предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тема проповеди «Бог открывает свои тайны благочестивым людям на земле». Библия – это Слово Божье, и центром Божьего внимания на земле всегда был и есть человек. И в Священном Писании мы неоднократно встречаем такие слова «был человек». Первая книга Библии, книга Бытие, в 6 главе, в 9 стихе мы читаем такие слова. «Ной был человеком праведным». Книга Иова, первая глава. «Был человек этот, Иов, непорочен, справедливый и богобоязненный, и удалялся от зла. И был человек этот, знаменитие всех сынов Востока». Евангелие от Марка, первая глава, 23 стих. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым». Третья глава, первый стих, Евангелие от Марка. «И пришел Христос опять в синагогу. Там был человек, имеющий иссохшую руку». Евангелие от Иоанна, первая глава. «Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн». Речь идет об Иоанне Крестителе, об предтече Христа. В нашем же тексте мы о праведном и благочестивом Симеоне прочитали такие слова. «Был человек в Иерусалиме». Мои друзья, Господь знает каждого из нас по имени и знает наше духовное состояние. Что Библия нам говорит о Симеоне? Муж праведный, то есть человек, исполняющий все постановления закона Моисея. При согрешениях он приносил необходимые жертвы за грех, поступал по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно, от чистого сердца ходил пред Богом. Человек праведный, то есть прямой, искренний, невиновный пред Богом. И такие люди встречались в его время. Скажем, священник Захария и его жена Елизавета, родители Иоанна Крестителя. Иосиф, Мария, родители Христа, пророчица Анна и другие. Он, сказано Симеон, был человеком благочестивым, благочестивый, благоговейно признающий божественные истины и поступающим на деле так. Таким был Симеон, старец. Заметьте, до седых волос он был верен Богу. Симеон ожидал утешения Израиля. Он жил тяжелое в духовном плане время. Иерусалим под оккупацией Рима. В Парисии многие учителя Израиля только внешне служили Богу, а сердце их было далеко от Бога. Огромный храм в Иерусалиме, выстроенный Иродом Великим, царем Иудеи, не наполнялся славой Божьей по причине греховного состояния Израиля. И Симеон был один из немногих ждущих милости от Бога. Для него отступление Израиля от Бога – великая печаль и непрестанное мучение сердца его. Он любил свой народ. Сказано также, что Дух Святой был на нем, то есть он имел откровение от Бога. Ему было сказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Долгое время он ожидал сказанного. И, наконец, по вдохновению он пришел в храм. И в это же время Иосиф и Мария принесли для совершения законного обряда младенца. Младенца, мальчика Иисуса, посвящали Богу. И по закону жертву приносили двух птенцов голубинных или две горлицы. Итак, мои друзья, что же Библия говорит о духовном состоянии родителей Иисуса? Иосиф, муж Марии, праведный человек. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в первой главе, в девятнадцатом стихе. О Марии мы можем прочитать в первой главе Евангелии от Луки. О ней сказано, что она благодатная, благословенная, имеющая благодать. Дух Святой был на ней. Она была смиренной. И Елизавета, мать Иоанна Крестителя, говорит о ней, блаженно уверовавшая. То есть Мария веровала ангелу Гавриилу, когда он ей сказал, что она станет матерью Христа. Мария ответила ангелу так, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Они были родители из царского рода, потомки Давида. Так что эти люди были благочестивые, праведные и богобоязненные. А сейчас мы прочитаем пророчество Симеона о Христе, уже названном Иисусом, то есть Спасителем. Симеон взял его, Христа, младенца, на руки в храме, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов». Первое пророчество – это спасение. Второе пророчество – свет к просвещению язычников. Третье пророчество – слава народа Твоего Израиля. Четвертое – сели житсей нападения и навосстания многих в Израиле. Пятое – и предмет пререканий. Шестое пророчество – Марии. «И тебе самой оружие пройдет душу». Речь идет о голгофских страданиях Христа и о мучениях Матери Иисуса на Голгофе. И седьмое пророчество – «Да откроются помышления многих сердец». Вот такие пророчества были произнесены Симеоном две тысячи лет назад в Иерусалимском храме. А сейчас, мои друзья, пожалуйста, откройте первое послание к Тимофею. Третья глава, я читаю часть 16 стиха. Говорит апостол Павел. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». И эта тайна благочестия была открыта Иосифу, Марии, Симеону. Почему? Потому что они были людьми благочестивыми и искали лица Божьего. В это время жили многие выдающиеся первосвященники в Иерусалиме, образованные книжники. Но им не была открыта тайна благочестия. Бог явился во плоти. Бог открывает свои тайны благочестивым людям на земле. Чтобы показать эту истину, пожалуйста, откройте «Деяние святых апостолов» 10 главу. Второй стих. Здесь говорится о Корнилии, который жил в Кесарии. Это был сотник из полка италийского. Вот его духовный портрет. «Человек благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И ангел Господень сказал ему, чтобы он призвал в свой дом апостола Петра, который скажет Корнилию слова, которыми спасется он и весь дом его. И апостол Петра, придя, проповедует в этом доме о тайне благочестия. Бог явился во плоти. Об Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Я читаю часть 42 стиха. Он, Иисус, есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. И когда апостол Петр проповедовал так, то Дух Святой сошел на все собрание, и они заговорили на иных языках, то есть получили крещение Духом Святым. Им открылась тайна благочестия. В чем она? Бог явился во плоти, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Итак, мои друзья, если человек хочет, чтобы ему открывались тайны Божьи, и чтобы он был употребляем Богом на дело служения, он должен быть благочестивым. Каким же бывает благочестие по Евангелии? Откройте, пожалуйста, послание Иакова. Первая глава, мы будем читать 26 стих. Здесь говорится о пустом благочестии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. От избытка сердца говорят уста. Это закон Божий. И невозможно иметь необузданный язык и чистое сердце. Таким образом, если ты имеешь язык необузданный, у тебя нет благочестия на основании Евангелия. Читаем 27 стих этой же главы. Здесь говорится о чистом и непорочном благочестии. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом, заметьте, перед Богом, есть то, чтобы презирать, то есть заботиться, презирать сироты вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Заметьте две грани благочестия. Первая грань – заботиться о сиротах и вдовах. И вторая грань – хранить себя неоскверненным от мира. Мои друзья, Священное Писание говорит, что любой христианин должен упражнять себя в благочестии и преуспевать в благочестии. Ибо благочестие имеет обетование жизни настоящей. Об этом мы говорили. Благочестивым людям открываются тайны и жизни будущей. В будущем благочестивый человек войдет в Царствие Небесное. Заключение. Итак, есть люди, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И в книге пророка Осии, в 6 главе, Бог говорит современникам, «Благочестие ваше, как утренний туман, как роса, скоро исчезает». Есть люди, которые имеют чистое и непорочное благочестие, и им Бог открывает свои тайны, и их Бог употребляет на свои дела. Что имеешь ты? Помнишь, мы читали, «Был человек, Ной и Ов, люди праведные, и был человек, демонизированный, грешный человек». Если ты еще не начал жить благочестивой жизнью, сегодня призови имя Господа и Иисуса Христа там у твоего радиоприемника, и кровь его очистит тебя от всякого греха, и ты получишь.